Российский оппозиционный политик Ольга Курносова присоединяется к нашему эфиру. Ольга Владимировна, рад приветствовать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мне только кажется, или действительно тех самых отказников становится в России все больше? Во всяком случае, эта информация просачивается в общественное пространство, что как минимум говорит о том, что масса информации собралась достаточно большая. Ну, конечно, становится все больше. И даже те судебные дела по дезертирству, которые просто увеличились в разы, если не в десятки раз, говорят о том, что желающих стать убийцами и умереть самим, стать пушечным мясом для режима Путина становится все меньше. И люди, на самом деле, пытаются найти способы выйти из этой ситуации. И, соответственно, хотя российские власти все больше и больше мешают работать правозащитным организациям, тем не менее, какие-то возможности остаются. Есть движение сознательных отказчиков, есть еще несколько организаций, есть и делесом или что-то в этом роде. Короче, есть группы, которые помогают и советам, и иногда и помощью по релокации, как это теперь называется, для того, чтобы молодые люди, которые хотят остаться людьми, могли избежать мобилизации. Да, но это же совершенно невыгодно кремлевской власти, кремлевскому режиму. Так каким образом они пытаются исправить эту ситуацию? Ну, исправить ситуацию. Привлечь тех, кто отказывается идти убивать, к тому, чтобы отправить их убивать? Ну, Государственная Дума, которая давно уже стала таким бешеным бринтером, принимает все новые и новые законы. Соответственно, если говорить об осеннем призыве, там уже будет официально действовать электронная повестка, которая приходит на портал госуслуги, и она будет иметь ровно ту же силу, что и бумажная повестка. Более того, если по ней человек не явился, то возникает куча ограничений для его жизни, у него права перестают действовать, он не может быть индивидуальным предпринимателем, и много чего еще, много каких еще ограничений. Но самое главное и самое опасное на самом деле – это по большому счету работа. Если работодатель сотрудничает с властями и готов тебя сдать в военкомат, то единственное, что остается – это уволиться с такой работы и искать ту работу, на которой работодатель собственно с властями не сотрудничает. А таких мест работы в России становится все меньше и меньше. И это по большому счету самая главная опасность сегодня для тех россиян, которых власти пытаются затащить на войну. Тех, кто все-таки попадает в лапы режима, что с ними дальше происходит? Каким образом мы с ними обходимся и каким образом заставляют их идти воевать? Ну, если действительно ты попался, по большому счету единственный, может быть, метод, который остается – это заявить о своих пацифистских взглядах и что ты не можешь по своим пацифистским взглядам держать в руках оружие и, соответственно, потребовать, чтобы тебя перевели на альтернативную гражданскую службу. Обращаться в военную прокуратуру и так далее, и так далее, и требовать, чтобы вот это конституционное право, которое при всех изменениях Конституции российской пока еще, в ней, как ни странно, сохраняется. И поэтому можно попытаться на вот этом своем праве, на альтернативную гражданскую службу настоять. Собственно, это тоже еще одна из причин, почему не нужно ходить в военкомат, а наоборот, нужно сразу же обращаться в суд и говорить, что ты настаиваешь на предоставлении те возможности прохождения альтернативной гражданской службы и, соответственно, в этом суде это право не отстаивает. Ну, а дальше... Практически как правовое общество. Ну, я понимаю, что это сложно, но и, по большому счету, ведь чем пользуется режим? Режим пользуется тем, что тотальная правовая безграмотность у людей и большинству кажется, что если уж ты попался, то ничего не остается, надо идти и, собственно, умирать. Ну, плюс, понятное дело, что есть бедные регионы, где, может быть, людям даже кажется, ну, надо же, мне такую зарплату заплатят. И самое страшное, когда родственники начинают тоже как бы говорить, ой, сколько денег, как хорошо, и вот это ощущение, что твои собственные близкие люди готовы тебя продать, твою жизнь за деньги, это просто не приведи Господь в такое узнать про своих собственных родных. Но, тем не менее, если все-таки человек хочет выжить, есть замечательный украинский проект «Хочу жить», через который, собственно, можно выжить, даже если ты попал уже не на фронт, а на передовую. Так что главное, что называется, сохранить телефон с выходом в интернет и попытаться найти, как же выжить в этой ситуации. Спасибо, что упомянули проект «Хочу жить». Вот один из примеров того, каким образом сейчас силы отправляют на фронт в Российской Федерации. В российских регионах начали силы отправлять на фронт сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, об этом Верстка пишет, поговорившие с адвокатами и семьями мобилизованных. По данным издания, массово отправлять на фронт отказников начали в мае. Среди тех, кого это коснулось, Владимир Муронов, который служил в медицинской роте. В июне 23-го он приехал домой в отпуск, решил не возвращаться обратно. Уже осенью его задержала военная полиция, после чего увезли в 32-й военный городок в Екатеринбурге. Там его заперли в четырехэтажном здании с другими отказниками. Из документов, изученных Версткой, следует, что в этом здании держали мужчин, объявленных в розыск, и значившихся в списке из 800 человек, сбежавших с войны по состоянию на январь 24-го года. Сам Муронов рассказывал близким, что здание было переполнено, людям приходилось спать на полу и подоконниках, а также в коридоре. При этом новых отказников привозили каждую неделю. Родственники сообщили журналистам, что условия содержания были как в тюрьме. Военных плохо кормили, не выпускали на улицу. При этом официально никто из них не был задержан или арестован. Им предлагали вернуться обратно в Украину, тогда сделают отмену уголовки, восстановят довольствие, зарплату и пособие. Вот, значит, еще и такие меры применяются. Ну, слушайте, мне кажется, что после того, как буквально несколько дней назад вся Украина видела, в каком виде возвращаются домой украинские военно-заспленные, тогда люди были абсолютно так, как выглядели узники нацистских концлагерей. Мне кажется, разницы нет никакой, потому что то, что степень истощения, она просто, ну, я не знаю, кого может оставить равнодушным. Поэтому, собственно, то, что там плохо кормят и спят на полу, ну, мне кажется, что это все лучше, чем когда из тебя делают убийцу и пушечное мясо. Поэтому уж лучше попытаться как-то действительно привлечь внимание общественности и попытаться выйти, если действительно у них нет никаких официальных оснований для того, чтобы их там держать, но надо попытаться выйти, и, собственно, из этого непонятного состояния, потому что это не арест, непонятно что. И самое главное, никогда не нужно соглашаться на вот эту отправку. Если ты не хочешь воевать, не воюй. И это должен быть твой сознательный выбор. И к этому сознательному выбору, если уж ты пришел, надо его придерживаться, потому что в противном случае, ну что, остается. Еще раз повторю, что если, конечно, ты уже оказался на передовой, помни о проекте «Хочу жить», потому что другого способа выжить уже просто не буду. Ольга Владимировна, еще один вопрос, если позволите. Как вы считаете, почему после нахождения или пребывания в этих нечеловеческих условиях российские мобилизованные, получая в руки оружие, если все-таки это состоялось, не направляют это оружие против тех, кто как раз и содержал их в этих нечеловеческих условиях или привел к тому, что они оказались в этих нечеловеческих условиях? Но для того, чтобы обернуть оружие против своих угнетателей, должно быть некое все-таки политическое самосознание, которого пока у россиян не хватает. По большому счету, ну что нужно в такой ситуации? Да, один человек, который может сплотить коллектив вокруг тебя, вполне может не просто развернуть оружие, да по большому счету разрушить всех тех, кто их охраняет, и выйти из этого самого помещения. Что называется, настоящих бойных мало, вот и нету божаков. Поэтому, когда проблема в том, что мы не понимаем, мы не знаем, и никто никогда не сможет предсказать, точно так же, как никто никогда не мог предсказать, а когда случится революция, точно так же мы не можем предсказать, и когда вот закончится, так же час шатерпения, когда она переполнится, и когда действительно вот эти военные, неважно, повернут против своих угнетателей штык, или хотя бы просто воткнут штык в землю. Мы помним историю Первой мировой войны, мы помним, что послужило тогда вот этим, может быть, была вот эта рождественская попытка обратания солдат. Бывали всякие истории, когда, собственно, это происходило. Но вот понимать, что сейчас с точки зрения информационной ситуация совсем другая, и российская пропаганда прикладывает столько усилий для того, чтобы запугать российских военнослужащих украинцами, что многие просто боятся, но опять-таки, вы же знаете, когда военно-пленные попадают в плен, многие очень удивляются, что их не убили, что их не пытают, что их кормят, что к ним нормально относятся, что им даже оказывают медицинскую помощь, потому что те рассказы, которые они слышали, они просто, их настолько запугивали, что они боялись этого плена со страшной силой. И, к сожалению, так как большинство все-таки сегодня российских военнослужащих это из депрессивных, бедных регионов, которые очень сильно промыты мозги пропагандой, поэтому они плохо понимают, а что они могут сделать, как они могут изменить ситуацию. И, собственно, не случайно тех генералов, которые могли бы какой-то такой, такого рода протест возглавить, как тот же самый генерал Попов. Превентивно сразу арестовывают и сажают в тюрьму, потому что мало ли что. Да, и если мы посмотрим происходящее событие, да, ну, понятное дело, как взорвали Пригожина и его компанию, собственно, как зачищают сейчас генералов, потому что вот это опасение, что люди с оружием могут повернуть это оружие против кремлевских обитателей, конечно же, у Путина есть. Поэтому они превентивно пытаются всяческие условия для этого ликвидировать. Чувствуется, что эта тема и вас интересует. Ольга Владимировна, спасибо большое, спасибо за ответы. Ольга Курносова, российский оппозиционный политик, присоединилась к нашему эфиру. Благодарю. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова